Добрый день, уважаемые инвесторы! Как мы с вами видим, рубль продолжает улучшать свое настроение. Собственно, делал он это и вчера. Вчера преимущественно выигрывал у доллара США, курс которого понизился почти на 20 копеек. Евро вчера не сильно курс изменился. Сегодня мы видим, что курс доллара продолжает снижение, немного снижается, удерживается ниже 33-рублевого рубежа. При этом курс евро сегодня демонстрирует более ощутимую просадку, чем доллар. Снижается на 11 копеек и как раз немного ниже 45-рублевой отметки находится курс. Собственно, как мы уже говорили, для такой динамики настало уже время, поскольку, на наш взгляд, напряжение было чрезмерным, рубль подвергся чрезмерным спекулятивным атакам в последние недели. Обусловлены они прежде всего, на наш взгляд, напряжением в банковском секторе, отзывом ряда лицензий крупных игроков, в том числе мастер-банка. Но все-таки Банк России, он не настолько, скажем, в институте пока нацелен. Естественно, никто не хочет банковского кризиса провоцировать и массового оттока вкладов. Все это прекрасно понимают. И вот, например, последнее поведение Банка России показывает, что он все-таки находится более в такой стадии, наверное, примирения. И не готовится к таким вот прям чрезмерно активным прыжкам в конце года. Вот, например, лимит по операциям однодневного аукционного репо в конце, скажем, вот последние два дня, в конце недели, держится на уровне 600 и выше миллиардов рублей. Таких уровней больших мы не видели с конца сентября текущего года. Вчера лимит был 600 миллиардов рублей, сегодня 610 миллиардов рублей. Собственно, нехарактерные объемы для неналогового периода. И Банк России, он явно старается поддержать стабильность в секторе, понизить ставки, что ему уже удалось за последние дни. Моспрайм по кредитам овернайт выглядит уже не так перегрето. И, собственно, это также оказывает поддержку рублю, потому что здесь именно эффект вот такой поддержки, стимулирования, скажем, определенного, избежание краткосрочных таких разрывов ликвидности у банков. Данный эффект, он приводит, скажем, эффект от количества денег, как мы знаем, как правило, больше ликвидности, соответственно, более дешевые деньги. Но здесь вот как раз эффект немного в другом, именно в чем мы сказали сначала. Также посмотрим на данные по инфляции, которые Ростов вчера нам представил. В итоге в ноябре она осталась на уровне 0,6%, как и в октябре месяце. А вот в годовом выражении дела стоят, скажем, не очень хорошо. Инфляция выросла до 6,5% в сравнении с 6,3% на конец октября. Собственно, как мы видим, покой нам только снится, и вероятность понижения ключевой ставки пока в ближайшей перспективе пока довольно-таки туманна. То есть мы бы не стали ждать уж точно этого в этом году хотя бы. И это говорит о том, что рубль, он сохранит поддержку со стороны ключевых ставок, и подножку они ему в декабре вряд ли подставят. Так что больше оптимизма, скажем, не стоит пока слишком пессимистично относиться к рублю. Он еще может вполне показать себя, проявить в ближайшие недели. Всем хороших выходных, желаем, скажем, и до новых встреч, до свидания.